Новое обстоятельство в деле ЮКОСа. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в настоящее время готовят развернутую жалобу в Мосгорсуд на приговор, вынесенный судьей Хамовнического суда Виктором Данилкиным в самом конце прошлого года. Это случилось 30 декабря, под самый новый год. Назначить Ходорковскому Михаилу Борисовичу наказание в виде лишения свободы срока на 14 лет с убыванием наказания на строительном залоне общего режима. Такой же срок получил Платон Лебедев. Судья уточнил, что эти 14 лет не сверху к уже отбытым годам по предыдущему приговору суда за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Здесь работает механизм поглощения, то есть им сидеть возможно еще как минимум 6 с лишним лет. Процесс стартовал 3 марта 2009. И вот первая обвинительная схема, которая была поддержана Хамовническим судом. Хищение пакета 38% акций крупных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, входивших в Восточную нефтяную компанию ВНК. Согласно материалам дела, в 97-м ЮКОС купил 54% акций ВНК. Затем там начал трудиться партнер Ходорковского и Лебедева, топ-менеджер Равиль Бурганов. Сейчас он находится в международном розыске. Обвинение обнаружило, что через год в 98-м при непосредственном участии Бурганова произошел обмен пакетами акций между тремя офшорными компаниями, подконтрольными Ходорковскому и Лебедеву, с одной стороны и ВНК с другой. Причем пакет ЮКОСа стоил 222 миллиона рублей, а группа предприятий Восточной нефтяной компании – 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Разница в миллиарды, но сделка состоялась. Затем, как следует из материала в дело, акции перекачивались по офшорам. В масштабах бизнеса Ходорковского это едва ли не четверть всех активов. Почему бы сюда приехали сегодня? Пошел, пошел, пошел. В зал суда поочередно посетили высокопоставленные свидетели. Еще в 2000 году было возбуждено уголовное дело и начат розыск пакета акций ВНК. Но возвращен он был только в 2002-м. А затем вновь, но уже по установленной государством цене, выкуплен Ходорковским. Деньги тогда нашлись, поскольку все четыре года, как значится в деле, с 98-й по 2002-й ЮКО скачал нефть и деньги из дочерних компаний ВНК, взяв в управление по такой вот схеме. Суд счел руководителей ЮКОСа виновными, но преследование прекратил, как сказано, за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Суд приговорил признать Ходорковского Михаила Борисовича виновному... Приговор в 14 лет касается хищения нефти. И здесь новая схема. В деле фигурируют три компании. Юганскнефтегаз, Самаронефтегаз и Томскнефть. Судья счел доказанным, что Ходорковский и Лебедев, иначе ЮКОС, владея контрольным пакетом акций каждого предприятия, в ущерб другим акционерам, а также самим нефтяникам, оформляя, как настаивает обвинение, незаконные решения собрания акционеров с 98-й по 99-й год, а затем с 2000-го через фиктивные тендеры в общей сложности похитили 347 с лишним миллионов тонн нефти на сумму в почти триллион рублей. Нефть закупалась по самой низкой цене, какую можно было только установить. Затем, по документам, нефть проходила через фирмы, зарегистрированные в зонах с ольготным налогообложением, оттуда за границу. Извлекалась многомиллиардная выгода. Но остальным акционерам, в том числе и государству, она не доставалась. Бригада прокуроров также предъявила, что было принято и судьей механизм отмывания и легализации доходов на сумму в 487 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Прибыль прогонялась через сотню офшорных компаний, пока уже отмытый не всплывало на каких-нибудь островах. Защита отвергает обвинения и обещает биться до последнего. Конечно, мы понимали, что никто из тех, кто инициировал и проводил это дело, не собирался играть на проигрыш. Что процесс практически ввелся как игра в одни ворота. Но, тем не менее, даже при заведомо необъективном судействе нам удалось доказать то, что, собственно говоря, никакого хищения в принципе не было. Наше решение обжаловать этот акт, с позволения сказать правосудие, оно сформировалось сразу же, как только мы услышали его существо, еще до окончания провозглашения мы об этом говорили. На сегодняшний день поданы две уже предварительные касационные жалобы, направленных на обжалование этого заведомо, по нашему убеждению, неправосудного приговора, которым прикрыта легализованная, если хотите, преступная расправа над Михаилом Ходорковским, Платоном Лебедевым, длящаяся уже восьмой год. Впереди касация в Мосгорсуде. На все процедуры у защиты обвинения может уйти до полугода. Хотя всякое бывает. Виктор Данилкин, например, вопреки ожиданиям, успел прочесть приговор всего за четыре дня, а не за две недели, как предполагали многие. Сегодняшний день. Забайкальский край. Краснокаменская колония общего режима. ЯГ-14-10. В системе исполнения наказаний считается образцовой. Средний возраст заключенных 24 года. Около половины отбывают наказание за кражу. Свою известность зона получила в связи с тем, что здесь с 20 октября 2005-го и отбывал наказание Михаил Ходорковский. Он трудился вот в этом швейном цехе, комплектовщиком готовой продукции. В местной библиотеке он тоже оставил свой след. По нынешнему приговору Михаил Ходорковский и Платон Лебедев могут провести в подобной колонии еще несколько лет. Вплоть до октября 2017-го, если Мосгорсуд согласится с обвинением и приговор вступит в свою полную силу. Кассации в Верховном суде и Президиуме рассматриваются, как правило, только в порядке надзора.